Компания Renault представила две новинки, фургон Kangoo третьего поколения и новую модель экспресс на базе румынского Dacia Docker. Несмотря на внешнюю схожесть автомобилей, они построены на разных платформах, а производство наладит на разных заводах. Renault Kangoo появился на рынке в 1997 году, а второе поколение представили в 2007 году. Теперь, спустя 13 лет, модель наконец подверглась глубокой модернизации. Kangoo третьего поколения получил полностью оригинальный кузов и обзавелся версией без центральной стойки, основное преимущество которой — дверной проем шириной 1416 мм. Опционально стали доступны системы автоматического торможения и дисплей вместо зеркала заднего вида, на которые выводится изображение с задней камеры, новшество для сегмента легких коммерческих фургонов. Пассажирский Kangoo отличает просторный салон и множество отсеков для хранения вещей. Грузовая модификация в свою очередь доступна в двух вариантах длины кузова, объем базового фургона — от 3,3 до 3,9 кубометра, удлиненного — от 4,2 до 4,9 кубометра. Кроме того, на полу у грузового Kangoo установлены рельсы Easy Inside Rack для облегчения погрузки и разгрузки. Сборка нового Kangoo будет осуществляться на французском предприятии Renault. Что касается модели Renault Express, то она станет более доступной альтернативой Kangoo, ее также предложат в пассажирском и грузовом варианте, объемом от 3,3 до 3,7 кубометра. Express представляет собой модернизированный докер с салоном, идентичным Arkano. Список доступного оборудования — медиа-система Easy Link, камера заднего вида и система контроля мертвых зон. Производство модели наладит на мощностях завода Renault в Танжоре, Марокко. Технические характеристики нового Renault Kangoo Express в компании пока не раскрывают. Неизвестны также перспективы появления Kangoo третьего поколения в России, эта модель не представлена на нашем рынке с 2016 года. Спасибо за просмотр этого видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.